всем привет с вами red commander сегодня небольшой обзор про очередной варгейм про который я еще не успел рассказать на своем канале называется он advanced tactics gold ну собственно gold edition это уже относительно давно вышедшая версия то есть немножко улучшенная версия относительно простых ван стактис вот варгейм примечательный но собственно как и большинство варгеймов которые есть в моем канале и по-своему уникает в чем же его уникальность давайте сейчас попробуем разобраться первое о чем хочет сказать что это варгейм песочниц вообще довольно таки мало варгеймов есть в таком жанре когда есть возможно и ну когда нету четко спланированного какого-то боя со стороны компьютера когда нет скриптов когда нет отработанных карт по которым умеет работа ходить а и здесь здесь конечно есть сценарии довольно таки много вот но основная фича это именно рандомные игры с рандомной картой и полностью зависимым от человеком составом войск которым вам стоит сражаться здесь нет никаких пред предраскладов в общем подробнее вы сейчас увидите в общем в качестве такой вот песочнице это довольно таки уникальный в своем роде варгейм поэтому второй такой особенность является большое количество модификаций честно говоря я в модификациях не копался я играл собственно сам варгейм но насколько я знаю он легко модифицируется и существует фан база определенная с модификациями так что если например кому-то интересно кто-то знает например какие-то интересные модификации с удовольствием можете в комментариях выписать можно будет попробовать ну что ж посмотрим что у нас какие варианты игры есть собственно во первых игра очень хороша для каких-то дружеских посиделок в том смысле что она поддерживает большое количество игроков и конечно в первую очередь интересно против другого человека мой почв компьютера можно позалипать большое количество разнообразить разнообразных настроек по типу карты в рану размер количество воды присутствующей на карте в игре само собой есть и авиация и флот вот большое количество искусственных интеллектов можем внести ну давайте сейчас для примера возьмем 4 скажем вот так есть дополнительные опции по настройке карты настройки игры то есть на самом деле мэп клуб это у нас сделает карту сквозной ну как бы не шариком но таким что мы если будем двигаться долго долго на право вот прием слева замкнуть вот можно сделать зеркальную карту чтобы были в одинаковых условиях соперники можно сделать туман войны более непрозрачным когда мы не знаем как вылит местность врага можно начинать с одного города отражение исследований и так далее ну ладно это сейчас по особо в этом разбираться не будем если вам игра понравится так или иначе можно будет устроить какой-нибудь полноценный кайдинг может один-два уложим никаких сверх механик не то чтобы их вообще нет здесь хорошие интересные механики во первых я не про все могу узнать во вторых нет нет смысла сейчас в обзоре про них рассказывать в один-два гайда все что знаю я думаю основном основы расскажу и так общие у нас настройки нам предлагаются такие вот нам рандомно нарисовали карту предлагаю тоже четыре страны выбрали нам страны выпадают а сколько я понимаю абсолютно рандомно то есть но можно согласиться чем теперь распределить каждая страна имеет какую-то большую особенность но это в общем то я обычно здесь на это дело внимание не обращаю но как мы видим что орлеанская империя что довольно таки интересный вариант по данному и после папы дать по моему и странам паера помню может и коня сейчас в германии в германии все знают вот есть возможность ходить играть через email например если играете с кем-то но и как само собой в рубин туман войны можно какие-то внести редакторские правки в эту начальную фазу расстановки но я думаю мы сходу начнем играть и посмотрим какие-то особенности что тут есть интересного вот нашей страны по импер мы имеем 7 победных очков нужно 22 победных очков для победы пишут что мы произвели в первый ход но первый ход производства довольно таки пуция мы видим что 6 паровозиков некоторые качества нефти и руды 156 отделение стрелков вот так это качество политических очков и снабжение что же начинаем давайте сначала посмотрим на карту видим что вот есть четыре страны собственно акции стороны паер оказался россии можно посмотреть что у нас дает то что мы россии у нас только мы можем производить конечно чем особенно катюша я сейчас сходу не скажу потом может открыть посмотреть каких-то дополнительных бафов нет так что можно потихоньку посмотрите так мы видим что вот здесь у нас на севере филбах гена это видимо германия здесь у нас ваньчжоу мен это видимо у нас китай и пеналь орлеан это собственно орлеанское государство вот тут есть какая-то попытка прикрутить дипломатию но она на самом деле можете не обращать внимание все дипломате используется потому что нужно объявить войну но на мой взгляд каких-то сложных заморочек нет то есть единственное что вы можете привыкать с кем-то одним а со вторым пока не воевать это уже уже хорошо хотя в моем понимании в эту игру надо сразу объявлять всем войну и устраивать так что же у нас здесь имеется для начала посмотрим собственно если какие есть ресурсы что мы можем делать первых у нас есть города так ну для начала можно скрыть юниты чтобы проще было смотреть что у нас есть и так у нас есть сколько тут четыре города бавловск кассимов москва и обминь честно говоря подбор городов странный но он опять же рандомный ну как по германии то есть вы видите что у нее тоже довольно таки интересный подбор городов вот пирглым там бак и на ночь опять же приносит некоторые про некоторое разнообразие вам придется брать берлин бесконечно каждый раз а вот каждый раз возможно прицепить по вену либо пирглым что-то что-то новое так у нас четыре города столица и три небольших города вот если мы посмотрим то у каждого города есть определенное количество очков строительства которые которыми он обладает соответственно который можно тратить на производство также каждый город при прикреплен к определенному штабу сейчас все города прикреплены к основному главному штабу ну к ставке вторичные города небольшие производит 2000 производства данных настройках столицы 4000 но в зависимости от настроек эти цифры могут немножко меняться столица всегда приносит побольше чем все остальные помимо этого у нас есть шахты и есть нефтевые скважины с которой соответственно приносит руду которые данные скважины и данные шахты можно апгрейдить при помощи инженеров сейчас попробуем до этого еще дайте то есть увеличивать их производство соответственно эти ресурсы тратить в первую очередь руда для строительства и для производства юнитов но понятно нефть я первую очередь перемещение для использования в механизированных войсках авиации в кораблях и далее вот сейчас 1 мая 32 года дата тоже довольно-таки рандомно бывает начало 39 год пишет бывает 36 год честно говоря поскольку игра сама все песочницы мало на что влияет если это не исторический сценарий есть исторический сценарий например во второй мировой они все логично начинаются в то время когда когда надо какой период у вас взят а сейчас у нас такая сферический конь в вакууме поэтому и дата абсолютно такая рандомная по сути и так еще раз по ресурсам два добываемых ресурсов также есть два ресурса которые у нас не добываются а производятся это в первую очередь политические очки политиков пауэра политиков пауэра политиков пауэр вот наверное из hearts of iron вот и помимо этого собственно supplies то есть снабжение наших подразделений давайте сразу перейдем в экран управление производством и попробуем о чем-то разобраться собственно здесь у нас есть четыре наших городов которых мы можем гибко изменять то что мы производим что как правило в каждый город производит собственно вот с ю это supply и это политику point соответственно ну и два еще дополнительных слота есть но в принципе вы можете все четыре слота поставить на что-то другое не обязательно производить снабжение но правило я например всегда оставляют первый слот вторых слот под эти под эти производства потому что всегда их не хватает такого что его всегда навалом этого нет вот так смотрим дальше собственно у нас есть сто очков сто процентов производства которые мы можем распределить между данными типами то есть например берем москву да у нее больше производства мы видим что тут 10 процентов идет на снабжение 30 процентов на политические очки также производится в паровозике и пехота пехота вооруженная винтовка в принципе первое что мне хочется сделать например это произвести инженеров некоторое количество инженеров давайте 30 процентов мощь москвы направим на производство инженеров и мы видим что следующий ход 30 будет построена юнит условный то есть это можно приравнять ну наверно к взводу не к отделению вот так наверно будет вернее то есть в принципе такой нормальная дивизия там состоит 40 50 пехотных взводов принципе но по моему нормальная часть не хочется считать во время обзора ладно погнали дальше производится паровозики у нас уже 6 есть они нужны для увеличения ресурсов железного ну возможно переброски сейчас опять же для данного видео наверно мы попробуем что-нибудь другое произвести ну давайте для начала бронеавтомобиль сконцентрируемся в москве на бронеавтомобиль вот шесть штук будет произведено в следующих вот набер 6 сводов то есть нет ни одно предприятие но не не один принесло так в обнинске косимове в полоске можно оставить просто пехоту и сашки давайте для опять же для того чтобы немножко более понятно было что из себя кто представляет давайте произведем разные юниты ну например можем штабных в обнинске производить штабных обнинск у нас как раз в тылу по-моему да он в тылу как как раз в нем штабисты будут в тему так 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 40 процентов масштабных и давайте в в косимове например пускай это будет пулеметчики а в павловске это будет пускай ну субмешнган пулеметчики как вариант 29 ну ладно стерпится так вернем наши юниты чтобы видеть что у нас есть у нас по умолчанию есть во-первых штаб в штабе у нас 10 штабных подразделений 156 пехотных стрелковых подразделений и вот поездов вот плюс есть гарнизоны в гарнизонах у нас а у нас эти инженеров и так навалом в гарнизонах ну ладно это сейчас давайте инженеров сразу куда-нибудь стоп 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 кто у нас тут есть еще всякая ерунда хотелось бы инженеров посадить на лошади вот что какая мысленная есть чтобы опять механику интересную показать давайте тогда поменяем возьмем например а вот этих ребят вот здесь у нас в Москве как бронеавтомобили инженеры на пути идти вместо бронеавтомобилей здесь построим например кавалерию да 20 кавалерийских подразделений будет построено а бронемашины пускай где-нибудь ближе к фронту вместо субмершин ганов вот так ну их всего три правда построено можно немножко вот четыре для ровного счета political points пускай не ровное количество вот бронеавтомобилей пускай поровнее все это дело вот так давайте наши юниты сейчас начну куда-нибудь двигать для начала наверное создадим боевой штаб так давайте новый юнит вот наш штаб его сразу починим московскому штабу вот отлично так и соответственно вот эти подразделения мы тоже перепочиним данному штабу вообще перепочинение кто часто смотрит мои видео тот наверное прекрасно знает что перепочинение это мое любимое дело надо надо будет с горячими кнопками немножко подразобраться честно говоря это большое ощущение что я здесь всего не выучил так ну ладно можно 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 выдвинуть скажем на границу к биргангу ну просто ну чтобы нам в городе они за ним мешали все равно потом надо будет так иначе так примеры сражение ну да сражение показывать сегодня наверное поэтому надо собрать какую-нибудь более-менее армию так что у нас кстати по карте мы видим что у нас на севере германия скорее всего наш первый враг а с другой стороны о чем здесь не воевать только ради биргланда его можно быстро-быстро взять вот рядом со всем его можно взять тут выстроить оборону после чего нападать уже на орлеан с другой стороны здесь по лесу например можно выстроить хорошую оборону взять биргланд уже имея преимущество добить немцев вариант опять же есть тут мы видим что болото у нас здесь реки в общем труднопроходимая местность довольно сложно будет врагу наступать если что здесь опять же горные гряда и реки то есть здесь вряд ли враг пойдет здесь нет дорог с этой части можно врубить карту снабжения вот посмотреть где у нас хорошо снабжаются войска где нет снабжение привязанных дорогам можно их строить инженерами вот у нас с этим пока все нормально так давайте немножко про юниты поговорим собственно сами юниты имеют несколько ну их можно развивать получать более более современные юниты вот они имеют кучу характеристик про которые если мы будем говорить то уже не в обзоре а в гайдиках ну из такого из так интересных моментов это собственно их боевые характеристики самое самое важное во-первых каждый юнит имеет предпочтительную цель то есть например обычный пехотинцы с винтовкой больше всего любят стрелять в первую очередь по по легким мобильным целям и по артиллерии ну дальше идет пехота бронированные разделения и там по самолетам они стреляют в последнюю очередь ну и как мы видим с эффективностью поэтому ничего удивительного вот собственно есть два показателя показатель в атаке против данного типа войск и показатель в защите против данного типа войск и также количество здоровья против данного типа войск атаки в защите то есть мы видим что пехота в принципе это универсальное средство которое правда в защите в два раза эффективнее против самой себя в принципе логично вот возьмем например для сравнения пулемет пулеметное подразделение оно на порядок эффективнее по своей интенсивности огня видим что они предпочтение почти те же самые но намного эффективнее в защите против пехоты мы видим что здесь трехкратное преимущество пулемета в защите по отношению к пехоте то есть это хорошее оборонительное средство вот ну для примера можно взять еще минометик легкий миномет у нас здесь имеется и у него как раз наоборот у него атакующая мощь превышает оборонительную причем мы видим что например хороший урон наносит максимальный урон наносит бронетанками войскам но при этом выбор этих бронетанков двух войск у него довольно таки не очевиден в первую очередь лучше стрелять по артиллерии и по легким небронированным мобильным мобильным целям вот ну про другие виды войск мы еще поговорим попозже наверное сейчас в Касиме мы пока будем набирать войска на что их надо тоже перечинить нашему штабу плюс штабе необходимо будет штабе нужно подкинуть будет штабных работников чего бы не хватает эффективность работы штаба на 0% потому что у него собственно никого нет вот ну ладно еще пару слов скажем про науку наука довольно таки условная ну как условная но при этом ветвистая здесь у нас научные все открытия подразделяются на те которые в левой колонке мы уже знаем те которые недоступны в центральной колонке и те которые доступны в правой колонке соответственно здесь у нас за очки за политические очки мы можем собрести какой-то новый вариант оружия который получит определенный баф вот или улучшение например противотанковая пушка можем улучшить до второго уровня и будет у нас на 33% больше урона наносимые по первому уровню то есть любой юнит первого уровня будет получать увеличенный урон вот ну бонусы разные то есть это надо разбираться вот например вот мы видим что пикировщики на 50% больше приносят урон так что тут всегда есть из чего выбирать например есть хороший ну мне больше всего нравится в данную игру играть если вам будет интересно чтобы было какое-то прохождение я буду наверное начинать с одного города и вообще с закрытыми технологиями чтобы все начинать с нуля мне кажется это наиболее интересно учитывая что это все-таки песочница вот ну в общем технологий много можем например сейчас сходу так ну кто у нас есть ну например миномет второго уровня мы видим что он на 33% будет больше урона наносить давайте сделаем это открытие и на автомате мы можем сейчас минометы уже так нету стабжения поэтому поэтому да вот здесь стабжение у нас есть и мы можем проапгрейдить данный тип техники единственный минус что когда вы апгрейдите технику она автоматически этот ход уже никогда не двигается не поедет ну ладно так здесь мы сейчас передвижение никаких не будем производить давайте ход закончим вот вот действие наших друзей по партии и вот мы видим что мы произвели в этот ход 1468 снабжение там политические очки инженеры меметы штабные подразделения 4 брони автомобиля 20 глистов и так далее также мы видим что к нам подкрался враг в небольшом количестве инженеров подтащил ну вот так наметы ну в общем у них стандартная такая же как у нас начальная сила поэтому чего-то тут крупного ожидать от них не стоит но мы например можем вот эту часть усилить покидать туда свежепоизведён например в разделении ну вот первое что надо сделать это наверное передислоцировать часть штабных рабочих давайте это и сделаем возьмём 20 штабных и прикинем так только туда ну ладно давайте так так вернёмся сюда так займитесь своим делом всё у нас в штабе появились наконец работники штаб полоскового гарнизона первый первый штаб видим что 215 эффективность ну 215 у него всего три подразделения мы починили поэтому довольно таки высокая всего 20 штабных подразделений обеспечивает такую высокую эффективность так теперь посмотрим по 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 другим подразделениям опять же смотрите у нас производство всех городов завязано на вот этот штаб поэтому автоматически всё производство скрутилось в этот штаб то есть нам например выгоднее производство назначать в этот город то есть соответственно мы можем менять в первую очередь в самом полоске да взять производство и назначить в этот штаб и в следующий ход всё что произведено будет в полоске уже будет напрямую попадать сразу в этот город довольно неудобно помимо этого можно производить специальные заводы строить сейчас ну вот нужно просто выйти в локацию соответствующую давайте мы усилим наше произведение инженеров каким-то количеством так каким-то количеством можно не автомобилями а можно конниц я специально конницу для этого строил давайте перекинем её туда куда надо ну вот если мы посмотрим да сейчас секундочку давайте давайте сначала перекинем хотя бы пяток кавалеристов вот сюда а ну и инженеров всех во-первых мы 30 инженеров произвели будет 40 здесь и ну пяток мало давайте десятку посмотрим что получится видим что у нас рейлк 8600 обеспечен шестью нашими паровозами вот ну поскольку мы все перемещения пока делаем в рамках одного города он пока не тратится так у нас появилось вот это вот подразделение инженеров 40 подразделений инженеров десять линию фронта 50 максимальная линия фронта должна быть 100 если больше 100 то уже будет применяться штраф в сражении ну в общем для инженеров это не так страшно давайте мы будем куда-нибудь перемещаться для того чтобы что-нибудь проапгрейдить теперь возьмем то что у нас осталось так нам нужно штаб перебросим а давайте сразу в боевую часть например сколько здесь у нас 15 давайте 25 пехотных подразделений видим что половина нашего паровозного транспорта на это уже уйдет например 4 бронеавтомобиля так 4 бронеавтомобиля нам хватит мы их тогда выделим сейчас отдельно своим ходом они у нас поедут так давайте всю оставшуюся кавалерию как раз 3600 нормальная и может быть еще хватит ни на что особо не хватит один пулемет перегонять не буду так это мы все забросили сюда здесь у нас соответственно вот наше подразделение 10 кавалеристов 40 кахатинцев и так далее и тому подобное намечки перекинуть еще ну ладно это уже в следующий раз в общем задача моя показать еще сражение вы понимали как происходят боевые действия вот и тогда уже будем потихоньку закручиваться и уже будете решать интересного у нас такая игра или нет интересное прохождение так ну ладно инженеры у нас пошли да помимо еще из таких важных особенностей помимо того того что мы можем строить как я сказал улучшать шахты улучшать месторождение нефти мы можем строить заводы заводы и дороги то есть ну например давайте для начала возьмем построим дорогу бьются инженеры чикс построили дорогу вот ну чтобы удобно например ездить с косимого в павловск напрямик зачем так подход вот дорога соответственно отвечает за снабжение плюс в этой локации например куда подведена дорога можно построить завод ну помимо заводов мы видим много чего можно произвести собственно это фортификационные сооружения разного уровня то есть простейшая фортификация крепость авиабаза для того чтобы там могли самолеты сажаться взлетать а также заводы заводы чем отличаются от городов они специализированы на одном типе техники то есть у нас есть авиационный завод орудийный завод и танковый завод но при этом они дают возможность производить на этих заводах ну даже на каждом заводе по моему ну например четыре танка за один ход ну довольно таки положительный бонус чтобы не заняты были ваши города производством может быть танков не те же авиации а конкретные заводы соответственно их могут захватить точно так же так что нужно смотреть где вы их располагаете например в самом углу карты всех оставить было бы самое правильное хотя мне такой подход не нравится интересно когда развернутое производство и так ну завод мы видим что например стоит 80 инженерных очков у меня всего 20 доступных сейчас 80 политических очков но это у меня будет в следующем ходу 333 снабжения и 30 руб и в принципе побольше инженеров собрать в одном месте и можно спокойно строить ну вот этих ребят можно например в следующий ход заставить построить что-нибудь давайте сейчас посчитаем войну наверное объявлять никто еще не будет вот ничего интересного не происходит производство мы не меняли так орлеан объявил войну нам прекрасно прекрасно потому что мы с орлеаном пока даже никак не взаимодействуем но можно специально выделить сейчас например отдельный штаб штаба можно назначать кстати руководителей так подчиняться ты будешь у меня этому штабу а вот эти ребята как раз мы сейчас быстренько сюда любой честно говоря лишние движения сейчас совершаю потому что у нас самое интересное это планировалось в другом месте ну ладно давайте выдвинемся на границу так стараемся держать да держаться дороги чтобы можно было подкрепление им присылать так ну и сам штаб в принципе тоже можно у нас в чем дело надо побыстрее занять вот эти гексы чтобы удачнее проще обороны было держать плюс у нас здесь наша шахта ее желательно сохранить безопасность ладно можно можно будет еще проапгрейдить и мы видим что вот у нас подразделение собственно как происходит бой давайте на это на это дело посмотрим для того чтобы показать бой нужно обидеть войну давайте объявим войну в Германии 20 политических очков это стоит поэтому в общем то выгоднее конечно когда нам объявляют войну что поделать у нас правда явно недостаточные силы честно говоря для этой атаки то есть мы здесь видим у врага два подразделения в том числе инженеры которые увеличивают окопанность плюс пулемет всего один это дает нам хороший шанс потому что с субмежинганы и минометы это все таки атакующее оружие скажем так условно атакующее ну и пехота она и в Африке пехота а у нас есть кавадиристы и а самое главное я не прислал да то есть уже так и не выделили бронеавтомобили а вот они здесь есть так что мы сейчас их перенаправим в наше целевое определение отлично так и довольно таки серьезно мы усилились за счет них почему потому что бронеавтомобили имеют очень серьезные показатели атаки и показатели здоровья вот теперь можно произвести сюда атаку у нас нету артиллерии в данный момент нету еще авиации так что нам артар подготовку провести не удастся но попробуем справиться тем что есть атаковать будем с трех гексов это дает нам хорошее преимущество но в целом у нас возможно нехватка сил будет погнали ну вот довольно таки условный бой но мы тут побеждаем можно посмотреть детально что у нас произошло видим что наше подразделение мы потеряли семь стрелковых подразделений одного два пулеметчика два кавалериста с бронеавтомобилями все хорошо вот враг потерял 19 стрелков одного один грузовик четыре пулеметчика семь инженеров у них уже мишинганы второго уровня кстати и минометы второго уровня это тоже опять же полезную информацию можно почерпнуть из итогов боя ну и результаты в статах подразделений то есть атакующий готовность понизилась с 85 до 72 ну грубая боеготовность чем выше тем лучше чем 100 то опыт поднялся немножко по-прежнему на самом деле зеленые салаги мораль поднялась в общем все немножко улучшилось сбили это подразделение и можно потихоньку развивать наступление на ампак ну точнее сначала бы городок взять этот что тут важно городок где-то взять хочется но это город в нем свои условия ну у каждого типа ландшафта есть свои минусы и минусы свои какие-то штрафы так что это тоже нужно внимательно изучать вот и что характерно для каждого юнита ну вот например возьмем наши брони автомобилей есть правила действия в разных в разных ландшафтах это обязательно нужно изучать потому что вот например вся бронетехника хорошо работает только в полях она там не имеет штрафов штрафов а вот в любых усложненных условиях уже идут серьезные штрафы минимум 50 процентов к атаке и до 75 процентов к атаке вот мы видим что если штурмовать например крупный город 50 у нас штраф а на высокогорье 75 но это броня автомобиль вот так что нужно тщательно изучать боевую технику смотреть что она может что она не может так здесь сейчас так можем проапгрейдить да проапгрейдить нашу шахту до этого нам нужно 80 инженерных очков 40 политических очков 167 снабжения у нас все это есть поэтому можно почитать что нам напишут про нее так и давайте сделаем это и у нас соответственно увеличится приход минералов это минералов очень полезная инженеры вообще очень полезные ребята они нужны везде их в обычные подразделения надо засовывать потому что они будут соответственно помогать преодолевать вражеского оборона помогает преодолевать реки помогают окапываться и так далее самый незаменимый юнит но при этом они участвуют они нужны для строительства поэтому они всегда еще нужны в гигантском количестве в общем да с инженерами инженеры может их надо облегчить в первую очередь интересно какой бонус инженеры дают при улучшении если они здесь что-то я тут вижу честно говоря ну ладно это так так ну что можно попробовать взять на следующий ход город вот для этого можно во-первых переслать из штаба все на что у нас хватит сил скажем в это подразделение но чтобы оно не превысило свой лимит у нас там 14 пехотинцев давайте мы до 40 поднимем это количество и у нас осталось 200 рейлкапа вести это мало совсем мало поэтому можно что сделать можно переключить все города на производство в штаб в первый штаб в принципе делается недолго давайте-ка это сделаем хочется же хоть один немецкий город взять вот стоп 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 что я нажал ну проблем вон вон так ты у нас немножко а на эту гарнизон все немножко ладно хватит пока давайте переходим к следующему стоп у нас здесь и так есть кстати кое-каку ничего нет погнали к следующий ход посмотрим что там за дно с запада нас ожидает наверняка какой-нибудь орлеанцы уже в атаку перейдут нет нет пока не приходит так производство мы не меняли опять же так так нашу забрали злодейские орлеансы нашу нефть так что давайте потихоньку к ним тоже выдвинемся чтобы фланг обеспечить так кто у них там минометы тоже уже проапгрейдили пулеметы проапгрейдили довольно таки стандартно действуют так вражеская механизированная пехота выдвинулась в обход наших войск грозят окружить вот что интересно тут два подразделения грузовиков они на них сажаются вот эти вот четыре подразделения и она становится механизированной пехотой то есть у нас в принципе тут например из кавалерии можно сажать на кавалерийские подразделения можно на бронеавтомобили сажать части и так далее то есть тут довольно таки большая свобода в выборе механизации типа ну типа придания подвижности вашим войскам так ну можно что сделать так наделали став подразделения у нас тут только бронеавтомобили остались хочется выбить вот этих ребят отсюда в принципе они ничего серьезного из себя не представляют с другой стороны хочется их гордом взять поэтому наверное я сейчас проатакую двумя юнитами попробую выбить город здесь ничего сверхъестественного нет попробовать мы можем даже если не удастся ничего страшного так мы видим что мы превысили количество атакующих ну стаков то есть зона атаки но атакуем с двух направлений поэтому это не так страшно поехали потери в этот раз у нас крупные большое количество 30 юнитов из 152 мы потеряли погибшими 24 отступило вот потеряли в том числе один бронеавтомобиль это очень плохо два кавалериста 17 пехоты ну в общем такой стандартный набор враг потерял меньше чем всего 20 юнитов но в процентном отношении конечно же больше и самое главное что мы еще немножко опыт получили немножко морали и взяли взяли город немного не мало вот в общем такая вот стратегия которая позволяет по сути каждый раз с нуля начинать случайный военный конфликт есть опять же сценарии по второй мировой которые берут как технику по второй мировой так и расстановку войск так и карты то есть тут варианты есть вот честно говоря всегда мечтала какой-то такой песочницы где можно понадумать своих войск вот также интересные варианты модерские скажем так этой игры в других временных промежутках то есть она не только второй мировой есть моды по другим временам вот видел по римской империи к сожалению показать чисто могу у меня его на руках нет но если у кого-то есть ссылка на моду с удовольствием покажу сам поиграю мне это дело очень интересно вот такая вот игра advanced tactics gold в принципе рассматриваю даже вариант сетевой игры попробовать может быть даже какой-нибудь не один на один а скажем два на два или четыре в четвером каждый сам на себя ну в общем варианты есть так что пожалуйста пишите комментарии не забудьте поставить лайк вот собернал что мои видео смотрят они вам интересны спасибо на сегодня все с вами был как всегда Red Commander увидимся